Заметки Электрика Выгодно? Да, согласен, что выгодно, но выгодно не для всех Итак, выгоден ли двухтарифный счетчик электроэнергии или все-таки лучше остаться на однотарифном? Давайте разбираться Но сразу скажу, что здесь на качество монтажа не обращайте внимания Потому что здесь еще не доделано, здесь еще не установлена ПЕ-шина Не подключены, соответственно, ПЕ-проводники Так что мы сегодня акцентируем свое внимание именно на счетчике О сборке непосредственно самого счета это будет уже отдельное и достаточно подробное видео Со всеми пояснениями, разъяснениями и тому подобное Всем известно, что потребление электроэнергии в частных и многоквартирных домах В течение суток значительно меняется Вот пример суточного графика нагрузок небольшого многоквартирного жилого дома Ночью, когда все люди спят, потребление электроэнергии самое минимальное Утром люди начинают собираться на работу, пользуются различными бытовыми и осветительными приборами Электрические чайники включают, микроволновые печи, электрофены, электробритвы и тому подобное Поэтому, соответственно, потребление несколько увеличивается Это так называемый утренний пик нагрузки, который приходится на время примерно с 7 до 10 утра Затем потребление несколько уменьшается и остается неизменным практически до самого вечера А вот вечером потребление электроэнергии резко увеличивается до максимального значения Это называется максимальным пиком нагрузки или часами максимума Которое приходится на время, ну опять-таки, все примерно с 18 часов до 23 часов Люди приходят с работы, также пользуются активно различными бытовыми и осветительными приборами Также включают эти же электрические чайники, электрические плиты, духовые шкафы, стиральные машины, компьютеры, телевизоры, ноутбуки Различного рода электронагреватели, посудомоечные машины и многое другое После 23 часов потребление снова уменьшается до некоторой установившейся величины Напомню, что если у вас установлен однотарифный прибор учета То потребление электроэнергии происходит по одноставочному или однозонному тарифу С 0.00 часов до 24 часов А при наличии двухтарифного прибора учета потребление электроэнергии происходит по тарифу, дифференцированного по двум зонам суток Дневная зона это у нас с 7 утра до 23 часов вечера И ночная зона с 23 вечера до 7 утра Естественно, что для мотивации и экономической целесообразности потребления электрической энергии Ночью ночной тариф, который с 23 часов вечера до 7 утра По стоимости значительно ниже, чем дневной или одноставочной однозонной Таким образом, если вы измените свой привычный распорядок И будете по возможности пользоваться большинством электрических приборов в ночные часы Например, стиральной машиной или посудомоечной машиной То вы сможете немного сэкономить Ну это все теория, так сказать Давайте перейдем к практике и расчету эффективности перехода на двухтарифные счетчики Для каждого региона Российской Федерации определены свои тарифы на электроэнергию Прошу обратить внимание на то, что разница между одноставочным и двухтарифным учетом В разных регионах России значительно отличается Поэтому экономический эффект необходимо рассчитывать естественно по тем тарифам, которые действуют в вашем регионе Пример расчета я буду производить по Средловской области В Средловской области с 1 июля 2019 года действуют следующие тарифы на электроэнергию для населения, проживающих в домах с газовыми плитами Мы сейчас будем рассматривать ситуацию только с газовыми плитами Если у вас имеются электроплиты, тариф у вас будет немножко другой Также если вы проживаете в сельской местности, там тоже тарификация несколько меняется На данный момент одноставочный тариф у нас составляет 4 рубля 8 копеек за киловатт-час Дневной тариф составляет 4 рубля 67 копеек за киловатт-час И ночной тариф это 2 рубля 20 копеек за киловатт-час Прошу обратить внимание, что разница между одноставочным тарифом и дневным тарифом составляет 59 копеек, что достаточно существенно. В таком случае необходимо более тщательно рассчитывать экономический эффект, чтобы понять, выгодно устанавливать двухтарифные счетчики или нет. В общем, тарифы мы знаем, дальше нам нужно определиться со счетчиком. Предположим, что мы будем устанавливать многотарифный счетчик SE102 от Энергомеры. Его стоимость на данный момент составляет около 1200 рублей. Плюс нам нужно заложить некоторый расход по его установке. Установка однофазного счетчика у нас в регионе стоит примерно от 300 до 400 рублей. Давайте возьмем максимальную сумму 400 рублей. В среднем потребление электроэнергии за месяц у меня составляет от 70 до 80 киловатт-час. В зимнее время чуть больше, естественно, в летнее чуть меньше. Возьму в качестве примера буквально прошедший месяц. Общее потребление у меня составило 72 киловатт-часа. Из них 56 киловатт-часов это дневной тариф и 16 киловатт-часов это ночной тариф. Ну, как видите, большую половину всей электроэнергии я потребляю именно в дневное время. То есть с 7 утра до 23 вечера. В общем, итого, что мы имеем в этом месяце. Это 56 киловатт-часов по 4 рубля 67 копеек. Получается 261 рубль 52 копейки. Ночь 16 киловатт-часов по 2.20. Получается 35 рублей 20 копеек. Т1 плюс Т2. То есть складываем эти два значения и получаем сумму 296 рублей 72 копейки. То есть в данном месяце я должен заплатить 296.72. Если бы у меня был установлен однотарифный счетчик, который считает соответственно по одноставочному тарифу, то мне необходимо было заплатить 293.76. Таким образом, экономия при установленном двухтарифном счетчике за текущий месяц у меня составила минус 2.96. Ну, практически 3 рубля. То есть экономии я при этом не получил. То есть у меня, я наоборот, переплатил на 3 рубля больше. Ну, давайте рассмотрим ситуацию за весь период. Возможно, что у меня просто такой месяц вышел, что потреблением ночное время было минимальным. Давайте все-таки проверим за весь период. Так, Т1 у меня 359, Т2 111 и общий 470. Тут у меня очень интересная ситуация получается. Ну, давайте по порядку. В общем, 470 кВт-час – это показания счетчика за весь период. Ну, рассчитываем аналогичным образом. При 159 на 4.67 получаем 1676. Это оплата за дневной тариф и за ночной 111 на 220 – 244 рубля. Итого мы получаем Т1 плюс Т2 – 1920 рублей. Ну, не будем сейчас 10-й считать. 1920 рублей. Если бы мы имели однотарифный счетчик, то за 470 кВт по одноставочному тарифу 4.08 мы бы получили 1917 рублей. Как видите, в данном случае экономии тоже нет. То есть я за весь период переплатил 3 рубля. Вот, я тут формулу дописал. То есть экономия 1917 минус 1920 и итого опять-таки минус 3 рубля с небольшим. В рассмотренном случае за весь период никакой экономии я не получил. А даже переплатил 3 рубля. Ну, что сказать по итогу. При моем образе жизни переход на двухтарифный счетчик не выгоден. Раньше разница между одноставочным тарифом и дневного тарифа при двухставочном учете, да? То есть разница между ними была минимальна. Но сейчас реалии таковы, что разница между этими тарифами в моем случае составляет 59 копеек. Что и нарушает, соответственно, всю эффективность перехода на двухтарифный учет. Кстати, в Москве разница между этими тарифами составляет еще больше. Порядка 82 копеек на текущий момент. Так, ну что по итогу. Выводы здесь очевидны. Мне все-таки целесообразно перейти на одноставочный тариф. Благо, при этом мне не нужно менять счетчик, потому что данный счетчик он считает как общий тариф Т. То есть сумму Т1 плюс Т2, так и отдельно день-ночь. Теперь я в двух словах скажу, как рассчитать окупаемость. Предположим, у вас в месяц выходит экономия не отрицательный баланс, а предположим плюс 100 рублей. Ну вы реально потребляете в ночное время достаточно большое количество электроэнергии. Предположим, также у вас счетчик СЕ-102. Вы его приобрели за 1200 рублей плюс заплатили 400 рублей за его установку. То есть получилось 1600 рублей. Это у вас затраты. Теперь надо 1600 рублей, наши затраты, разделить на полученную экономию. Приобретенный и установленный многотарифный прибор учета в вашем случае окупится приблизительно через 16 месяцев. Но это при условии, что вы будете потреблять практически идентично, как рассчитали за данный месяц, за данный период. Естественно, что у вас значения будут периодически варьироваться. Соответственно, от этого будет изменяться немножко срок окупаемости. Если вы сомневаетесь в целесообразности перехода на двухтарифный счетчик, то попробуйте в течение хотя бы месяца записывать показания своего прибора учета во временные периоды. То есть с 7 до 23 это у вас будет как бы тариф Т1 день. С 23 до 7 утра это тариф ночь. За месяц. Можете это сделать в течение за 2-3 месяца, кому как удобнее. У вас сложится хоть какая-то примерная картина потребления электроэнергии в дневное и ночное время. И вы сможете подобным образом рассчитать примерную эффективность перехода на двухтарифный прибор учета. Ну и также пока мы производим подобного рода расчеты и определяем выгоду при переходе на двухтарифный прибор учета, нет никаких гарантий, что завтра энергосбыт не скорректирует стоимость дневных и ночных тарифов опять-таки в свою пользу. Сегодня мы рассчитали, у меня получается 3 рубля, не в мою пользу. Завтра возьмут, поднимут дневной тариф там до 5 рублей, одноставочный например оставят таким же. Соответственно у меня выгоды будет еще меньше. У вас в заключении хотел бы спросить, какой у вас установлен счетчик, однотарифный или двухтарифный. И имеется ли у вас экономия и какой срок окупаемости в итоге получился. Ну в принципе на этом все, вот такое получилось видео. Если оно вам понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Присоединяйтесь к нашему телеграм-чату, присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте, присоединяйтесь к моему инстаграму. Все это идет под одноименным названием «Заметки электрика». Ну и с вами как всегда был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok